Фотографией я начал заниматься скорее от скуки и безделья, чем от интереса к фотографии. Впервые взяв в руки фотоаппарат, не понимая ни процесса, ни зачем, ни почему, начал нажимать на кнопку в какие-то разные стороны. В итоге переливлось в нечто большее. Я не считаю фотографию своей работой. Для меня это как было увлечением, так и осталось. Это хобби, переросшее в какие-то новые для меня вещи в жизни. Я начал по-другому смотреть на такие понятия, как свет и тень. Раньше я не понимал этих значений, фотография мне открыла глаза. Именно свет и тень дают фотографии жизнь, и не только. Больше всего я люблю снимать природу. Больше всего я люблю снимать людей. Еще больше всего я люблю снимать людей в природе. Это очень интересно, увлекательное занятие, когда ты помещаешь человека в любую картинку, в самую простую. Фотография начинает дышать. Буквально человек заставляет любую карточку, оживляет. Можно ли научиться фотографии? Фотографии не только можно, но и нужно научиться. Фотография открывает глаза на окружающий мир. Ты начинаешь смотреть совсем по-другому. Опять же вернусь к вопросу света и тени. До занятия фотографией для меня эти слова практически ничего не значили. Ну свет, ну тени и что. Теперь же я посмотрю буквально только на свет и только на тень. Больше практически ни на что. Номер один. Новое значение. В самом процессе фотографии мне больше всего нравится возможность видеть и показывать. Это тоже для меня что-то новое. Возможность увидеть что-то уже увиденное и показать это по-своему. Вот именно эта вещь мне нравится больше всего фотография. Ну и сегодня в День фотографов я очень хотел бы всех, кто занимается фотографией, всех, кто увлекается фотографией, всех, для кого это профессия и не только. Я вам пожелаю, ребят, вдохновения. Вдохновляйтесь и вдохновляйте. Зачем еще жить? Я смотрел на свою знакомую. У меня знакомая занималась фотографией. Мне всегда нравилась эта картинка. Она делала чаще всего свадебные какие-то работы. Я от нее вдохновлялся. Буквально через год я купил себе первую мыльницу. Это была Сонька. И сразу же начал снимать. Снимал для себя всякие мероприятия. Все подряд вообще. Я понимал, что мне нужно идти выше, потому что все знакомые говорили, что дружище, у тебя хорошая картинка и тебе нужно что-то покупать. Через месяц я уже купил себе первую зеркалку. Я снимал буквально полтора года. За полтора года я набил себе руку. Но это все равно все было хобби, никакой не коммерции, ничего. Потом я начал заниматься парапланами. На парапланах я понял, что мне нужно больше снимать. Эти эмоции людей, когда после полета у них улыбка просто была до ушей. И мне доставляло это очень много умиления. Когда я им отдавал фотографии, отдавал им просто так, чтобы человек был доволен. Я не считаю этой работой. Для меня это большая радость отдавать человеку то, что он не видит себя со стороны. А видение в фотографии это совсем иное. Это нужно нарабатывать взглядом. Оно приходит. Если есть стремление, ты чувствуешь душой, что это твое, то лучше этим заниматься, не слушая окружающих. Фотография, она будет и она сейчас набирает большие обороты. Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Почему? Потому что вы все молодцы. Тот, кто умеет, кто не умеет. Кто начинающий, кто профессионал. Не важно. Ребят, это работа, хобби. Она всегда вдохновляется. Не стойте никогда на одном месте. Идите вперед. Слушайте себя и окружающих. Но больше себя. Я любила фотографировать всегда. Еще с детства меня привлекала фотография. Всегда в школе делали классные ролики. Всегда меня звали снимать школьные праздники. Ну, в общем, с того времени все и началось. Закончила курс по фотографии. И понимаю, что мне это больше всего нравится. Это не просто хобби. Это творчество. Это то, что приносит удовольствие. Но я думаю, для любого человека, его профессия, работа интересна. Так же, как и моя. Конечно, я скажу, что да. Это моя самая любимая работа. Это то, чем я буду заниматься. И занималась, и буду. Я больше всего люблю фотографировать людей. И с каждыми героями, моими клиентами, это разная съемка, разные эмоции, разные чувства, которые не передаются. То есть, каждая фотосессия, она особенная. Я свадебный семейный фотограф. Я люблю запрещать самые яркие события. Но, наверное, для современного человека фотография изменилась. И нет такой большой ценности, как раньше. Если раньше, да, там, ценили это в комнате, распечатывали, проявляли фотографии, то сейчас любой человек, да, имея любой телефон, челк, классный, я фотограф. Сегодня замечательный день. И я поздравляю всех своих коллег, фотографов, с этим замечательным днем. Желаю творить, 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 делать классных кадров, вдохновляться, смотреть спектакли, театры, ходить на выставки. И делать классные шедевры. Я решила разобраться со своим фотоаппаратом. И пошла в фотошколу на базовый курс. И меня это насколько захватило, что я поняла, что я уже не могу не фотографировать. И так все и началось. У меня жизнь разделилась на до и после фотошколы. Это очень интересно. Это просто не передать. Это много интересных людей, знакомств, коллеги, фотографы. Ну, очень интересные люди. И места, образы. Это все очень меня захватывает. Мне кажется, это более врожденно. Я с детства была творческий человек. В детстве я рисовала. Хочу поздравить всех фотографов с профессиональным праздником. Желаю вдохновения, хороших кадров, съемок в интересных местах. И всего самого-самого хорошего. Я вас люблю. Субтитры создавал DimaTorzok